Как у нас производится уборка? Кстати, тут годовалая пыль лежит на батарее. Тоже все нормально. Ларису Гуликову переполняют эмоции. Некогда элитное строение и визитная карточка города, дом по Ленинградской 2, уже совсем не тот, что раньше. Пыль на батареях и грибок на потолке – лишь половина беды. Второй год жители многоквартирного строения борются за то, чтобы оплачивать коммуналку по приемлемым тарифам. Люди уверены, представители ТСЖ намеренно завышают цены. Только за 2019 год жителям было дополнительно начислено 260 тысяч рублей. Сейчас уже люди, те, которые в свое время сюда покупали эти квартиры, они уже в достаточно зрелом возрасте. И, естественно, очень тяжело людям, которым по 90 лет, у которых и температура в квартире не соответствующая, как они считают. Может, это и правильно, я не знаю. Но факт то, что люди сидят в таком доме, вроде бы за все платим, но сидят с обогревателями. Помимо этого, в доме «Поленинградской-2» закрыты основные подъезды к зданию, а когда-то пустующие цокольные этажи сданы под склады. Жильцы требуют сменить правление ТСЖ и провести аудиторскую проверку. В содействии в решении этого вопроса жителям окажет депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Будет инициирована проверка прокуратуры и органов внутренних дел относительно финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, потому что жители говорят о злоупотреблениях, о хищениях. Нередкий случай, когда члены те или иные предприимчивые лица, становясь руководителями ТСЖ, начинают дальше воспринимать остальных жильцов как источник собственной наживы. С наболевшим вопросом на этот раз кадровым к Александру Хинштейну обратились и родители учеников 55-й школы Кубышевского района Самары. Они пожаловались на массовый отток педагогов, бесконечные замены учителей и совмещение уроков. По словам активистов родительского комитета, это неблагоприятно сказывается на аттестации учеников. Родителям приходится возить детей в другие, более отдаленные школы, что не всегда удобно. Представители родительского комитета и педагогического состава попросили сменить директора. На сегодняшний день, я думаю, очень грамотно поступает руководитель этого образовательного учреждения, приняв взвешенные решения прекратить свою трудовую деятельность непосредственно в этой школе. Родители пытались 12 лет отстоять свои права на нормальную школу, где есть педагоги, где хотят учиться дети. И мы очень надеемся, что ситуация данная просто вдохнет новую жизнь и начнется наша жизнь школьная с чистого листа. Когда возникают конфликты, где по одну сторону стоит большое число родителей и учителей, а по другую какое-то должностное лицо, я всегда на стороне родителей. Потому что они, как никто, заинтересованы в качественном воспитании, образовании своих детей. В данный момент идет процесс увольнения директора 55-й школы занимаемой должности. Кадровый вопрос решится в самое ближайшее время. Ольга Павлова, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.